Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс. В сегодняшней серии по трейнце World 4 мы отправляемся на маршрут Эдинбург-Глазго и познакомимся там с пассажирским дизель-поездом класс 158. Поехали! 1А72, Глазго, Куин-Стрит, Эдинбург. Добро пожаловать на станцию Глазго, Глазго, Куин-Стрит. Вам предстоит провести поезд 1А72 в Эдинбург, который отправляется с третьей платформы в 14.16. Обратите внимание, кстати, что мы с вами едем даже по расписанию. В этом дополнении было добавлено еще дополнительно расписание. В предыдущих дополнениях расписаний, по-моему, не было, да? Были рейсы все, но они были без расписания. То есть отдельные рейсы из раздела расписания они добавили сюда в сценарии. Я не знаю, короче, как это у них работает. В общем, отправляемся мы с вами вот на такой шарманочке. Ну, в принципе, Бритиш Рейл класс 158. Все поезда 100-й серии, да, и даже 700-й серии, они все, в принципе, похожи. Ливрея у нас Скотт Рейл. Чем они отличаются? Мне кажется, это только кабинами, да? То есть передней частью. У них постоянно модифицируются как-то передние части. Давайте быстренько открывать дверь. У нас же расписание надо не забывать. Садимся в шайтаночку. Так, готовенько. Добро пожаловать. Подготовьте поезд и выполните рейс со следующей остановкой. Крой, Фолькер Хайп, Полмонт, Линлит Гоу, Хаймаркет и Эдинбург. Вы не успел прочитать. Установите главный ключ. Положение включено. Но это все понятно. Здесь у нас вперед. Готово. Система бдительности отжали. Огни. Дневной режим огней. И посадка пассажиров. Нам надо с вами сейчас открыть двери. Здесь, чтобы открыть двери, то есть в кабине, я вам потом покажу. Обратите, ну, вы не увидите. Так, здесь в кабине нету кнопок управления дверями. То есть дверями здесь у нас должен управлять проводник. Вот. Он занимается вот такой фигней. Открывает вот эту полочку. Делает открыть. И также разрешить открытие дверей справа. Вот это нажимает он. Ну, в принципе, оно с двух сторон работает. Мы же с вами не будем отключать вот этот ключ управления дверями. Мы не будем его доставать. Просто закроем и будем управлять быстрыми клавишами. Хотя, если они так сделали, почему бы нам не посадить какого-нибудь проводничка, который бы дверями нашими управлял. Так, вот, инфы прям очень много, но для начала мы с вами прочитаем основное, потому что здесь очень много истории до класса 158. Очень прям много лишнего, поэтому мы будем с вами читать основное именно про этот тип поездов. А потом уже посмотрим, если у нас останется время, мы прочитаем что-то другое. Так, я предлагаю вам, кстати, заранее закрыть двери, хотя по сценарию мы их закрываем после того, как будет 14.16. Вот, кстати, стоит поезд, по-моему, да, поезд предыдущего сценария. Блин, я не помню, их столько классов, народ, что просто жесть. Вот, посмотрите. Это либо класс 385, либо 380. Вот этого я не помню. По-моему, 385. Так, отлично. 14.16. Закрываем двери с вами. Вроде должны закрыться. Да, отлично. Долго они закрываются. Так, нам надо также подтвердить сигнал проводника. Он нам дает сигнал. Мы также с вами подтверждаем, отключаем DAE и... Не забываем отпустить тормоз, конечно же. И отправляемся. Прям надо газовать, потому что здесь расписание прям четкое. Оно в обрез идет. Ну, они все какие-то похожие, да, у них эти классы. Ну, понятное дело, что... Все что-то создавалось, просто понемногу менялось. И в итоге получились вот такие... Получились 385 классы. Также мы можем с вами, мне кажется, освещение бригады включить. Освещение бригады это свет вот в этой кабинке. Здесь, типа, должна располагаться моя бригада. И также можно освещение кабины еще включить. Вот. Вот так вот получается. Но освещение кабины, я думаю... Хотя, будет вам виднее немного. Что у нас тут есть? Есть, в принципе, ничего вообще сверхъестественного. На самом деле, нету никаких, как вы видите, бортовых компьютеров. Ну, если это не брать, оно тут вообще не активно никак. Есть сцепка, есть расцепка, сигнал. Это проводнику. Вот эти три кнопки вообще не активны. Остановка двигателя, запуск двигателя и проверка индикатора неисправности. Не знаю, что это такое. Может, как-нибудь попробуем. В конце давайте, да? Мало ли, где-нибудь нас стопанет. Блин, забыл поддать газку, народ. Сброс АВЦ. И вот здесь главный ключ. В принципе, ничего больше такого нет. Есть еще касса у нас, но билетики мы не выбиваем. Хотя было бы интересно, да? Я бы сказал. И здесь вот тумблеры. Вентилятор, обогреватель, кабины. Ну, давайте сильно включим. А вентилятор не работает, а его включить нельзя, да, походу? Ага. Все, в принципе, свет в кабине мы можем выключить. Свет бригады выключить. Все, я уже максимум дал, но обратите внимание, какой у нас уклон. Прям 2,2%. Поэтому мы очень медленно разгоняемся. Так, сначала будем, народ, читать именно про 58-й класс, потому что здесь в описании этого аппарата Прямо вся предыстория, то, что создавалось до этого поезда, какие там варианты. Короче, бред полнейший. Так, сейчас найдем. Вот. Нашел. В общем. Чуть-чуть пролагивает. Класс 158. Это двух- или трехвагонный дизель-поезд, предназначенный для региональных экспресс-услуг. Кузова выполнены из алюминия с дверями на каждом конце пассажирского салона. Ну, то есть, это... Говорится о переходе между вагонами. Да, внутри мы его посмотрим, в принципе, на остановочке. Пока пассажиры у нас будут грузиться. Так, пошел набор скорости более-менее. Ограничения пока что 60, но скоро нам далее придется разгоняться. Вот это, по-моему, класс 375. Также у нас по нему было видео. Ну, хотя, в принципе, нормально, да? Пока мы разогнались до 70, до 60, у нас уже сейчас будет другое ограничение. И здесь мы вынуждены поднажать. А потом сразу 85. Все, отлично. Идем как по маслу. Красавчик. Посмотрите, какая местность. Какие-то камни. Офигенно. Так, каждое транспортное средство оснащено турбодизельным двигателем Cummings. Это американский двигатель. Или Перкинс. Это английский, я так понимаю. Ну, я так понимаю, это английский движок, да? Перкинс. Да, как вы можете обратить внимание, у нас по ходу экспресс, так как мы останавливаемся не на всех остановках. Так, турбодизельным двигателем Cummings или Перкинс, который приводит движение обе оси внутренней тележки через двухскоростную гидрокинетическую трансмиссию Voice T211. Не знаю, что это такое, честно. Тут есть толкование. Гидротрансформатор. Это устройство, обычно реализуемое как тип гидромуфты. Которое передает вращающуюся мощность от первичного двигателя, например, двигателя внутреннего сгорания, к вращающейся ведомой какой-то фигне, короче. Ну, тут просто небольшое описание. И конечную передачу, то есть передача с двигателя дизельного идет на трансмиссию Voice, а кинетическую передачу, то есть это получается с трансмиссии, уже идет на какой-то G-Minder GMBH. GM 190. Вот я не знаю, что это такое. Ну, короче, это тоже какая-то фигня. Это уже идет передача с муфты на нее, да, я так понимаю. Блин, ну, да, это... Это надо разбираться в этом. Мощность двигателя составляла 350 лошадиных сил или 400 лошадиных сил. В зависимости от модели. Ну, то есть, понятно, трехвагонный, я так понимаю, либо двухвагонный. Максимальная скорость составляет 90 миль в час, 145 километров в час. Ну, в принципе, хотя для экспресса, мне кажется, это маловато, но для региональных поездов... Смотрите, мы уже едем с вами 92, то есть мы уже превышаем заявленную скорость. Все, больше 92 не разогнались мы с вами. И надо смотреть за светофорами, так как там желтенькие. Кто-то, видать, перед нами прям едет быстро. Все, мы начали скидывать 88. Небольшой уклончик. Так, большинство единиц были построены с двумя вагонами. Но партия единиц содержала дополнительный центральный вагон для загруженного транспененского маршрута. Вот. Для одного маршрута делали трехвагонное. Каждое транспортное средство оснащено автосцепкой BSI. Так, а вот эта автосцепка BSI получается. Да? А на втором вагоне такая же вот здесь? Да, здесь тоже BSI. Короче, с двух сторон она должна быть оснащена. На обоих концах, как я и сказал. Однако только концы кабины имеют автоматические электрические разъемы. То есть посредине, то есть сзади у нас не электрическая сцепка, а разъема нету. Так что вообще такое за разъемы? Если кто-то в курсе, буду не против. Что за электрические автоматические... А, то есть при сцепке там подключаются какие-то электроразъемы, да, автоматические. Чтобы управлять двумя поездами одновременно, так? А получается в средине у нас нет таких электрических разъемов. Там все подключается вручную. Ну, вроде догнал, вроде догнал, ничего не скажешь. Нормально я такой мыслительный. Ой, да, конечно. Это позволило формировать комплекты из трех вагонов путем вставки дополнительного ведущего вагона в комплект с адаптером для двух различных размеров подходов. Нихрена не понял? Вот здесь я не понял. Так, отпускаем. Здесь скорость у нас в 28 минут. Блин, мы успеваем, народ. Это отлично. Мы должны с вами успеть. У нас еще целых две минуты. Обычно, конечно, в расписание я не вкладываюсь, но... Честно признаюсь, это уже второй раз я еду, так как первый рейс я там... Инфы много вообще ненужной читал. А потом понял. В итоге в конце рейса практически я понял, что я очень много ненужной инфы прочитал. И пришлось поехать. Пришлось поехать новый рейс, народ. Красивые места, кстати, застали. Будем применять первую ступень покаж. Даже вторую можно применять. Торможение. Я надеюсь, мы нормально попадем. Не проедем мимо. Хотя, в принципе, я бы тут уже экстренное применил. Но не знаю. Надеюсь, интуиция меня не подведет. Нет. Надо полное служебное ставить. Мы проскальзываем. Мы проскальзываем. Ну, я бы сказал даже прямо в дырочку, да? Вот это в натуре четко. Даже чуть-чуть не доехал. Так, открываем пассажирские двери, да? И давайте посмотрим салон. Хотя, в принципе, что мы с вами в салоне-то и не видели. Практически все вот эти классы, они в салоне одинаковые. Только я не знаю, для чего эти шишечки. Я так понимаю, стоя тоже можно ездить на этом поезде. Хотя, в принципе... Ну, оно-то можно, как бы, но... Если далеко ехать, смысл? Сосочки, да? Назовем их. Ну, а так, в принципе, все круто. Есть туалетик. Так, самое главное, мы всегда проверяем с вами этот туалет. Если он есть, то жизнь, как бы, удалась. Нам надо ждать до 28-30. Но я думаю, народ, мы заранее с вами закроем двери. Чтобы как можно быстрее отправиться и успеть по расписанию. Так, закрываем двери. Они очень долго у нас закрываются. Вообще, что-то долго, как-то, смотрите. Я уже нажал закрыть двери, а мы еще стоим, и они чего-то ждут. И потом только закрываются. И не забываем, сейчас нам подаст сигнал этот. Так. Все, поехали. Сигнал получили, поехали. 9,8 мили. И мы здесь с уклоном. Опять. Пытаюсь понять, есть ли разница в скорости разгона. То есть, можно сразу на фулл, походу, включить. И скорость разгона будет такая же, чем постепенно. Так, а мы продолжаем изучать эту Бебру. Короче, я так понял по описанию, что сюда, вот в это место, да. То есть, вот у нас двухвагонный поезд. Вот он. И сюда можно было вставить чисто один вагон, вот такой кабинный. Так получается. Так, подожди. И да, видите, соединение здесь такое же, в принципе, у нас, как и здесь. Поэтому, я так понимаю, просто можно было вагон с кабиной впихнуть в середину. И, ну, как бы это нормально. Описание. Всего было построено 182 единицы класса 158. Большинство из них были построены как двухвагонные составы. Так, это мы уже знаем. 17 единиц были произведены как трехвагонные составы. Вот я не понимаю, что в середине у них стояло. Что-то народу нету, кстати. Вообще пустой экспресс идет. Согласитесь. Так, 8 из этих единиц с тех пор имели центральный вагон. А, все-таки был какой-то центральный вагон. Перенесенный в другие единицы класса. В то время как еще 8 были модернизированы и переименованы в класс 159. Ну, класс 159 народ практически тот же самый вид у него. Ну, короче, класс 159 это тот же класс 158. Но, походу, в какое-то время просто их перевели в какое-то другое место, на другую линию. Да, и они стали классом 159. Ну, я так понимаю. Последние 10 единиц были построены специально для услуг метро Вест-Йоркшир-ПТИ. Вот. Вот так. Вот так вот было. Вокруг Лидса. Лидса это город в западной Йоркшире, Англия. Йоркшир это что? Это штат какой-то? 500 тысяч названий. Блин, непонятно. Так, ладно, я сейчас посмотрю, что... Да, нормально. Можем читать, потому что очень много инфы. Большинство единиц изначально построенных British Rail Engineering Limited были сконфигурированы только с размещением стандартного класса. Ряд шотландских составов были оснащены небольшой секцией первого класса в одном вагоне. А, все-таки был какой-то первый класс, да? Специально для Шотландии сделали какую-то секцию первого класса. Остальное все второй класс. Понял. Понял, не дурак. В одном вагоне, кстати, только был первый класс. Позже несколько других составов были модернизированы с размещением первого класса. Ну, короче, со временем начали оставлять туда класс. Пассажирские салоны оснащены кондиционерами, что было первым для региональных поездов в Великобритании. То есть это первые поезда региональных линий, которые были... Которые были оснащены кондиционерами. Так получается. Понятно. Понятно. Удобство и производительность для пассажиров. Давайте посмотрим. Примерно в то время, когда он был представлен, Бритиш Рейл стремились продвигать качество класса 158. Однажды публично описав его как привнесший новые стандарты комфорта и качества в железнодорожное путешествие на ключевых международних маршрутах региональных железных дорог. Так, понятно. Что у нас по светофорам? Вроде все хорошо. Первоначально внутренние помещения были полностью покрыты коврами. Большие панорамные окна располагались по бокам. И присутствовали различные варианты размещения сидений. Включая самолетный стиль и отсеки по 4 человека вокруг. То есть это как у нас. Мы смотрели, стоит столик и 4 человека. То есть кто-то едет передом, кто-то едет задом. Ну, конечно, на самом деле для дальних рейсов... Мне-то по барабану, я могу и задом ехать. Но все-таки, когда едешь вперед, как-то поприятнее наблюдать за тем, что за окном, да. И, ну, вообще как-то комфортнее. Мне кажется, лицом вперед комфортнее ехать, чем жопой вперед. Ну, как бы... Ну, как бы, наверное, это нормально. Это нормально, как бы, да. 4 человека вокруг. В отличие от предыдущих членов семейства спринтер, таких как класс 156. Ну, практически такой же. Тоже двухвагонный аппаратик. Спринт... Супер спринтер. Класс 158 был оснащен кондиционерами. Вот, опять-таки, предыдущие поезда были без кондиционерами. Как мы с вами уже и поняли. Бортовым таксофоном. Короче, оказывается, у них еще и таксофон, короче, был. Короче-короче. Короче-короче-короче. Был таксофон. На копейках. Шпок туда. Алло-малло. Так, потом. Электрическими внутренними дверями. Вы видели, да, кнопочка помеже вагонов? Там чик нажал, они открылись. Туалетом в каждом вагоне. И возможностью обслуживания тележки с закусками. А, ну, то есть, это широкий проход. Посредине ехала проводница, да, которая, по сути, у нас управляет дверями. И развозила кофеек, там, чаек, виски, кола и все такое. Несмотря на увеличенную максимальную скорость 90 миль в час, 145 км в час, Класс 158, как сообщается, обещал более плавную и тихую езду по сравнению с его предшественниками. Ну, это да, понятно. Туалеты были установлены в обоих транспортных средствах, то есть, в двух... Ну, в обоих вагонах. А вот я не посмотрел. В каждом вагоне, получается, да, туалет был? Так, я скидываю скоростушку. У нас никакого уклона, и вообще не мешало бы уже притормаживать. Один был доступен для инвалидных колясок, как было определено во время строительства. А один стандартный. Короче, было два туалета. Один для инвалидов, один... Так, мы с вами, ну, в принципе, успеваем. Полторы минутки у нас еще до остановки. Заранее будем притормаживать, потому что... Потому что можно... Можно и промазать. Тормоза шипят. Ну, сейчас мы уже точно с вами не промажем. Мы должны успеть. Ну, я думаю, за минуту, да, мы проедем. Так, отпускаем тормоз. Я думаю, можно было бы даже и поднажать. Хотя нет, в принципе, нормально. 30 секунд. Должны уложиться. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, мы, считается, ровненько по расписанию пребываем. Прям четко. В натуре четко. И прям вот прям, прям, прям четенько, четенько. Отлично. Вообще отлично, народ. Просто красиво подоехали мы. Просто красота. Дверь я открыл, но я не знаю. Посадка пассажиров пошла. Видите, они что-то тормозят здесь двери. Так, туалеты мы читали. Место для инвалидной коляски было предусмотрено в пассажирском отсеке. Ближайшем к доступному туалету. Багажные полки были установлены в каждом конце салона. Один, одна из которых может быть заперта для почты и посылок. Короче, было какое-то еще, получается, отделение для почты и посылок, да? Двери закрываем, нам же надо подтвердить сигнал. Вот, походу мы закрываем двери. Она закрывает двери, дает нам сигнал, что мы можем ехать и... И мы можем ехать. Не забываем подтвердить этот сигнал. Поехали. Следующая остановка у нас 43, но она через 3,1 мили. В принципе, недалеко. Короче, было какое-то отделение. Я не знаю, если мы успеем, посмотрим на какой-нибудь остановочке. Просто видите, здесь все в обрез. И если чуть-чуть задержаться, то можно потом не успеть по расписанию. Наша задача успеть по расписанию. Вот. Короче, с точки зрения эксплуатационной пригодности, предполагалось, что класс 158 сможет преодолевать 13,5 тысяч миль. Так. Тринадцать с половиной тысяч миль. Это 21,7 тысяч километров. Между основными рейсами и иметь дальность езды 2600 километров от каждой дозаправки. То есть, на один бак нам шел на 2600 километров. Так. А 21,7 тысяч это что значит? Это типа потом он шел на ремонт? Ладно. Есть такой раздел еще у нас. Технические проблемы. Это, наверное, последний такой из основных. Потом... Где кто их покупал? Короче, потом ливреи пошли. И аварии будут у нас, интересно? Несчастные случаи. Да, будут. Давайте. Поэтому мы сейчас... У нас, кстати, недалеко остановочка. Давайте мы сейчас почитаем про технические проблемы. Это тоже все-таки интересно. Несмотря на внимание, уделяемое пассажирским удобством, строительные и инженерные технологии, используемые в вагонах класса 158, способствовали возникновению некоторых проблем в течение срока службы. Ну, блин, ну как? Без проблем-то не бывает, я так понимаю, да? Так как это был легкий вагон и первый вагон семейства Sprinter, использовавший дисковые тормоза... А, здесь даже дисковые тормоза, как в машине. Да, прям суппорта стоят. Нифига себе. Вот это нифига себе. На ободах колес скапливалось осенняя опавшая листва. Короче, я так понял, вот там, где эти суппорта стоят, там скапливалось листва. Блин, у нас прям минута, я не знаю, народ, успеем мы доехать? Блин, ну расписание прям здесь в обрез. Ой, у нас даже дождик пошел, ничего себе. Давайте на первую ступень поставим, будем притормаживать. Во-первых, мы едем с горы. Блин, офигеть, даже дождик пошел. Хороший рейс, мне нравится. Классный, да, дождик такой прям? Прямо когда погода такая хорошая. Короче, мы должны с вами, по сути, радугу увидеть. Так, 42-42, ну мы прям впритык, народ, впритык. Но он резко не тормозит. То есть держаться максимально на большой скорости при подъезде к станции здесь на нем, ну как-то не очень удобно на самом деле. Прямо вот не очень удобно. Мы даже, смотрите, на 5 секунд уже опаздываем. Ну я надеюсь, мы нагоним с вами. На 20 секунд мы опаздываем. Давайте пока посмотрим по поводу... Так, ну здесь у нас с вами первого класса нету, да? Я так понял. Здесь с вами у нас первого класса, я так понимаю, нет. Нет, это еще вагоны без первого класса. Туалет для инвалидов. Здесь также вот места для инвалидов, как мы с вами прочитали. Все четко. Но это еще, наверное, самые первые составы, да? Так, сейчас сразу буквально закрываем двери, как только... Оп, все. И нам надо сразу выезжать. Давай быстренько. Быстренько, пожалуйста. 30 секунд у нас. Ну, долго ты там? Тормоз не отпустил. Нет, тормоз я отпустил. Ну мы с горы едем, мы должны сейчас быстро набрать. Следующая остановка Linlit Go. И у нас с вами по расписанию получается еще... Linlit Go и еще две остановки. Блин, проскальзывает. Видите, давайте мы, наверное, подачу песка сделаем. Чтобы мы быстрее разогнались. Проскальзывает. Я соскальзываю. 50 минут 4,6 мили. Ну, в принципе, должны успеть. 5 минут у нас есть. До следующей остановки. Видите, даже на пятой проскальзывает с песком. Постоянно в гору едешь. Вот, наверное, оттуда назад, да? Не оттуда, короче. С той станции, если обратно ехать. Вот там вообще классно. Там даже, мне кажется, газовать все бы не надо. Постоянно на тормозе. Так, короче, листва на дисках скапливалось, да? Из-за такой системы тормозов. Все. Песок нам не нужен. Что мешало вагонам правильно управлять сигнальными рельсовыми цепями? То есть, нет. Эти листья мешали, наверное, каким-то... Рельсовая цепь. Это электрическое устройство использования для доказательства отсутствия поезда на рельсах сигнализаторами. Короче, он мешал вот этой системе, которая нам показывает следующий светофор. Типа, если он желтый, тут показывается. Короче, системе безопасности мешал работать. Я правильно понимаю, да? Хотя позже это было решено путем установки скрепковых блоков для очистки колес. В октябре 1992 года были найдены временные решения. При этом некоторые вагоны были разделены и преобразованы в гибридные вагоны с вагонами класса 156. Последние имели протекторные тормоза, которые очищали колеса в качестве побочного продукта и стандартной эксплуатации. Давайте посмотрим. Вот это, да, тормоза, я так понимаю? Нет, вот тормоза, вот эти цилиндры нажимают, по сути, вот эту колодочку. Или это очиститель стоит? Вот это непонятно. Если кому понятно, напишите комменты. Короче, что-то типа такого получается. Если бы я знал. Системы кондиционирования воздуха на поездах класса 158 также оказались ненадежными в эксплуатации. Особенно после запрета газов ХФУ. Короче, это понятно. Я так... А почему? Для работы с которыми они изначально были предназначены. ХФУ. Это что такое вообще? Хлор... Хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды. Представляет собой полностью или частично галлигенированные углеводы. Короче, выбросы. Это все связанное с выбросами. Так, все, я отпускаю шайтанку. Нам лучше вообще заранее как бы тормозить, потому что... Сейчас скользко. Из-за погоды. Наверное, давайте мы чуть-чуть... Хотя на второй позиции он не проскальзывает. Это мы сейчас с горки едем, получается. Что-то наша система отключилась, походу. Ну, еще у нас минута. Вроде как, должны уложиться. Должны уложиться. Целая минута, блин. Да, конечно, не очень хорошо, когда тормоза... Не очень резкие. Круто было все-таки, когда... Ты прям на большой скорости летишь до станции, а потом резко включаешь тормоза, а... И они тебя очень быстренько тормозят. Ну вот я сейчас просрал, видите. И ничего не сделаешь. Ну, у нас поезд длинный, я надеюсь, нам простят. Ну, полная служебная, он проскальзывает и очень плохо тормозит. Я надеюсь, мы... Ну, нас простят, да. Хреновые тормоза, честно. Мне не нравятся. А вообще ни о чем. Потому что они очень... Ну, очень слабые. Для работы... ХФУ, для работы с которыми они изначально были предназначены. В эпоху приватизации многие операторы решили либо реконструировать, либо полностью заменить такое оборудование. В результате используемые системы и их эффективность значительно различаются по... ...всем составам. По всему флоту. Ждать до 15.30. Мы не будем ждать, мы с вами закрываем двери сразу. Потому что пока они потом у нас закроются. Сигнал давай. Все, поехали, народ. Так, опять песок, наверное, надо будет давать сейчас. Все время стартуем вверх. О, 15 миль. Прям очень длинная сейчас остановка будет. Хейф-маркет и потом следующее уже конечко у нас. Дождь прям хороший. И солнышко уже спряталось. Не увидим мы с вами радугу, к сожалению. Все, нормально. Песочек убрали. Так, легкий алюминиевый корпус класс 158 обеспечивает хорошую оценку доступности маршрута. Что означает, что он может работать в тех областях железных дорог Великобритании, где более тяжелые единицы не могут. Однако, Network Rail отказала этим единицам в разрешении работать на линиях Conway-Waley и Borderlands из-за времени пребывания на станции и проблем с очисткой платформы. Ни хрена непонятно. Короче, здесь, народ, дальше пошло. Британские железные дороги ввела в эксплуатацию поезда класс 158 обеспечивающие условия. Они использовались на маршрутах Глаза, Гопиан Стринга. Также, короче, здесь пошла информация. Здесь пошла инфа уже, где они использовались, какие компании сколько приобрели, где они как переделывались. В принципе, это мы пока пропустим, так как у нас вроде времени осталось немного. Мы с вами едем уже 41 минуту. Рейс рассчитан на 45, но это понятно, что будет больше. Где-то 50, я думаю, мы с вами приедем. Ну, здесь вот, смотрите, нам дается прям 8 минут, даже больше. Вот до следующей остановки. Так, ладно, давайте мы посмотрим тогда с вами, какие были несчастные случаи. Это очень интересно. 3 декабря 2005 года поезд 158 856 попал в аварию в Элзенхеме, в которой погибли два пассажира при пересечении линии. То есть сбил кого-то, да? Ну, конечно, машиниста здесь обвинять сложно, потому что такую махину ты просто так не затормозишь. Ну, а люди, конечно, будьте осторожнее всегда. Я всегда снимаю наушники, там остановлюсь, посмотрю лишний раз. Ну, видите, к сожалению, бывает и такое. Отдел расследований железнодорожных аварий раскрыли оценку риска на переезде как неадекватную. Короче, плохо был оборудован, я так понимаю, пешеходный переход. Жаль, но ничего не поделаешь. Транспорт он такой. И, к сожалению, без такого навряд ли. Как ты ни крути, все равно найдется, да, где-то случай. 1 февраля 2008 года тот же поезд, опять тот же, столкнулся с обломками надземного пешеходного моста. То есть обвалился мост, типа, получается, я чуть не совсем понимаю. Который только что был случайно снесен самосвалом недалеко от Барро Эппан-40. Водитель грузовика забыл полностью опустить кузов самосвала после доставки материалов на площадку рядом с железнодорожной дорогой. И въехал в пешеходный мост, сбросив его надстройку на рельсы. Не, ну, блин, я балду. Ну, понятно. Дизельный поезд врезался в обломки пешеходного моста примерно через минуту. Три человека, включая водителя, были доставлены в больницу. Ну, слава богу, никто не погиб. Если вот второй, вторая авария, да, с этим поездом, мне кажется, его лучше списать просто, потому что какой-то неудачный. Это как бы не смешно, но вроде как и смешно получается. Ну, не со злых побуждений. 22 января 2010 года. Это уже другой поезд, так что можно не переживать. Поезд 158-701 сошел с рельсов в Дингоуле из-за неисправных стрелок. Один человек получил легкие травмы. Ну, это хорошо. Так, а мы с вами даже умудрились превысить. Ничего себе. Алло, гараж. Даже умудрились с вами превысить. Это неожидаемо. Неожидаемо было, конечно. Это поворот такой опасный был. Так, а там у нас еще снижение скорости. Что случилось с трассой? Такая же хорошая трасса была. Ну, на 80, я думаю, мы упадем, пока доедем. Так, 2010 года. Ну, это мы с вами прочитали. 21 июля 2013 года. Поезд 158-774 был припаркован пустым в Норидже, когда в него врезался автомобиль поезд 156-402. Восемь пассажиров получили роление. Причиной стала ошибка водителя. Ну, к сожалению, мы не компьютеры с вами. Да, и ошибки. Есть, конечно, люди, которые их не совершают, но я имею в виду именно в роли машиниста. Но все же мы не машины, которые... Даже машины ошибаются, компьютеры, да. Что тут говорить-то про человека? Тем более, неизвестно, какая у него там ситуация где-то была. Далее. 1 апреля 2017 года. Поезд 158-758. Так, у нас с вами 80 ограничалочек сейчас будет. Ага. 80-150... 758 столкнулся с буферными остановками. То есть это тупиковый путь, да, где стоит отбойник. В пристани. На скорости 6 миль в час. Ну, тихонечко въехал в тупике в этот отбойник, да. Ну, в принципе, ничего страшного. 15 человек получили ранение, причиной стала ошибка водителя. Но опять-таки, понятное дело. А что, мне не тормознуло ли ему позвонил кто-то, может, в этот момент? Ну, вот тут непонятно. Интересно, да. 31 октября 2021 года, кстати, не так давно. Поезд класса 159, ну, то есть это тот же 158-й, да, переименованный. Номер 159-102 столкнулся с парными поездами класса 158. С номерами 159, ну, такими-то, такими-то, на пересечении тоннелей Солсбери. Непосредственно перед тоннелем Фишертон. Ага. В предварительном отчете было установлено, что причиной стали плохие условия сцепления, из-за которых поезд SWA проехал сигнал опасности. Короче, кто-то не успел затормозить, да. Поезд 158-763 был списан в результате аварии. Вот так, к сожалению. 6 февраля. В этом году, народ, в этом году, 6 февраля 24-го года, поезд 158-856 столкнулся с упавшим деревом и сошел с рельсов между станциями Зетфорд и Харлинг-Роуд. Один из 31 пассажиров на борту получили травмы. И, короче, начали расследование аварий. В общем, вот это все аварии, которые происходили. Ну, интересно, да, конечно. Ну, мы понимаем, что транспорт есть транспорт, и без аварий не может всегда все быть гладко. Продажи зарубежных продавали Государственная железная дорога Таиланда в 1990 и 1991 году. В годах компания Braille построила 6 трехвагонных поездов класса ACA для Государственной железной дороги Таиланда на основе класса 158. То есть, также были закупки в Таиланде. Кстати, мы не разгонялись больше с вами, чем 192. Это вот конкретная максималка. Ну, вот, в принципе, народ. Такая самая интересная инфа, на мой взгляд. Дальше уже там, ну, там бредовщина. Типа, вот, например, есть инфа, вся предыстория. То, что создавалось до этого локомотива, какие локомотивы ими были... Ну, не локомотивы, а поезда. Ими были заменены. В общем, много чего ненужного. Ну, можем что-то выбрать, в принципе. У нас еще одна остановочка, но я не знаю, насколько она будет далека. Даже если мы с вами сейчас доедем до этой остановки, да? Что-то загудело. Что-то народ загудело, непонятно. Вот так рассмотреть. Вот это у нас система кондиционирования, да? Я, кстати, вот такие тоже делал штучки. Здесь у нас выхлопная труба, и здесь у нас получается двигатель. Подождите, а двигатель получается один на два вагона. Так, я понял. Одна выхлопная с этой стороны. А нет, на каждом вагоне стоит где-то вот здесь двигатель. Где-то вот он стоит, движочек. Ясно-понятно. Так, ну, в общем, в сервисе они с 1990 года и работают, как мы уже поняли. У нас дождь закончился, да? Как мы уже поняли, до сих пор они катаются. Так, все, отлично. И мы уже практически приехали. Я надеюсь, следующая остановка будет недалеко. Обратите внимание, у нас там даже красный светофорчик уже присутствует. И я уже начинаю даже притормаживать, мне кажется. Что-то я забыл скинуть скорость на рот. Забыл выключить движки на холостой поставить и начал тормозить. И у меня что-то произошло со спидометром. Началась какая-то прогазовка непонятная. Но мы успеваем. Мы даже, народ, слишком рано едем. Да. Даже слишком рано. Можно даже чуть-чуть больше притормозить. Я считаю. И чуть медленно ехать, потому что... Потому что прям долго мы сейчас будем стоять с вами. А стоять мы с вами в любом случае будем. Хей-маркет, да. Это следующее у нас конечное, по-моему. Давайте расписание глянем. Хей-маркет, да. Эдинбург у нас... Ну, в принципе, он недалеко. Я думаю, видео как раз практически на часик. Но инфа, кстати, мне очень... Вот, которую именно я выбрал, мне очень понравилась. Прям четко, коротко, да. Интересно. Все. Главное, что все понятно было. В отличие от некоторых других... Статей. Которых там напутано, намудрено. Нихрена не понятно. И не очень даже интересно становится. Что-то все равно чуть-чуть перебарщил. Даже медленно не могу подъехать. Ох, да. Так, ну, в принципе, отправление у нас в 15.03. Давайте мы пока пробегимся еще, посмотрим. Что мы тут с вами можем повесить? Может, где-то какую-то маршру... Карту маршрутов. Можем сходить наверх. Но здесь нам не дадут пройти. Я сейчас... О, просто не доберусь. Вторая из 25. А здесь еще пусто, что ли? Хм, странно. Да, нормально так пустые таблицы. Но вот этот звук, это система бдительности. Когда мы выходим, к сожалению, она работает. Мини-вокзальчик, кстати, обратите внимание. Классненький, да? Аккуратненький. Ну, тут нам не дадут сейчас просто пройти. Нет, дали. Так, я думаю, можно закрывать двери уже. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Какой у нас? Эдинбург, да? Next Station Эдинбург. Блин, ну почему нет информатора? Вот когда их наконец-то введут, блин? Когда их наконец-то введут? Все, я думаю, мы можем с вами отправляться чуть-чуть заранее. Мы не сильно будем газовать, да? 1,2 мили. Вообще близенько. Так, в сервисе. С 90-го года до сих пор. Производитель британская железнодорожная инженерная компания. Спринтер его прозывают, да? Поезда с локомотивной тягой. Дизельные поезда БР первого поколения. Построено 1989-1992 год. Это время его стройки. И количество построенных 180 штук. 8 штук преобразованы в класс 159 дробь 1. Не будем сильно мы разгоняться, народ. Так как у нас с вами 20 километров впереди. Ну, здесь 40, в принципе, мы снизить успеем, если что. Так, дальше. 2 или 3 машины на единицу. Ну, короче, 2 или 3 вагонные. 138, 142 места в 2-х вагонном блоке. И 207 мест в 3-х вагонном блоке. 125 мест в 2-х вагонном блоке. А тут, короче, разные ливреи просто. Не успели мы приехать, а нам уже надо как бы тормозить. До 20. Ну, смотрите, прям почти четенько, да, мы с вами. Вот загорелась вот эта штучка. Это обозначает, что далее желтый сигнал идет. Я так понял. Но она оранжевенькая загорается. А когда красный сигнал, я так понимаю, она загорается желтая. Это оранжевенькая. Кстати, надо нам поотключать освещение. Да. Сейчас посмотрим, когда красный будет впереди. Посмотрим, какого цвета она будет. А высокая? Не проверяли высокую тональность. Ну, двигателя мы поняли. Cummings и... Как его второй? Первичный двигатель. Cummings и Perkins. Второй двигатель. Так, хорошо. Мы подъезжаем уже к конечной станции нашей. Не буду я включать ничего в кабине. Желтенький, смотрите. А нет, это из-за света он такой тусклый. Он горит все время одним, да. Стук колес послушать. Обожаю стук колес. А вот здесь у нас тупичок. Надеюсь, в который мы с вами не запилимся, как это сделал один из машинистов, да? Ну, лучше затормозить заранее. Потому что тормоза здесь такие себе, не очень хорошие. Музычка в честь нашего прибытия, я надеюсь, играет. Вот эти маленькие. Осторожно. Красный светофор, говорит. Тут, в принципе, уже некуда ехать. Все, тормозим полностью. Замечательно. Приехали. Открываем двери слева в этот раз. И на этом, я думаю, уже наш рейс будет заканчиваться. Потратили мы с вами ровно час. Ну, неплохо. Было интересно. Спасибо. В 15.15 поезд отправится назад в Эдзенбург. Под номером 1А80. Ну вот, в принципе, народ. На этом наш рейсик и заканчивается. Сейчас мы вырубим. Включаем нашу аппаратуру. Отключить. Огни. Хвостовые. Включаем. Так, а где они тут? И включаем ДАА. Главный ключ выдергиваем. Двигатель не глушим. Обратите внимание. Все, народ. Спасибо всем огромное за внимание. Надеюсь, вам этот рейс понравился. Действительно, он был довольно-таки интересный. Да, и инфа была вообще классная. Просто. Не забывайте оставлять комментарии. Подписывайтесь на канал. Прожмите колокольчик. Каракольчик. Сильно уже заговаривался. До встречи на следующих рейсах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok